Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Ильич Анна. И мы говорим на такую тему, как луковая муха. Что это за вредитель? Как он размножается? Где живет? Какие растения повреждают? И что же с этим делать? Луковая муха это повсеместный вредитель, который поражает репчатый лук всех генераций. Реже повреждает она многоярусный лук, лук-порей, лук-батун. Также она может повреждать луковую культуру, например, тюльпаны и лилии. Внешнее поражение луков определяется по отставанию растений в росте, по их желтизне, постепенному увяданию и засыханию. Пораженные луковицы, как правило, загнивают и источают неприятный запах. Внешне луковая муха похожа на обыкновенную муху, серой, зеленоватым оттенком. Зимует она, как правило, в почве в форме ложнококона на глубине 10-12 сантиметров. Лед луковой мухи начинается довольно рано. В условиях Белоруссии это два основных периода. Как правило, первый приходится на весеннее начало цветения вишен и одуванчиков. Это конец апреля, начало середина мая. Второй лед, как правило, наблюдается при массовом цветении сирени. Луковая муха относится к ледителям, которые достаточно продуктивны. За свою жизнь одна муха откладывает от 60 до 200 яиц. В среднем кладка у мухи длится на протяжении месяца. Как правило, она яйца откладывает в пазухи листьев, в луковицы и также в комочки почвы около растений. Личинки луковой мухи обгрызаются в растения. Они 15-25 дней питаются, трижды линяют и затем уходят в почву. Окукливаются и уже формируется новая генерация этих насекомых. Как же бороться с луховой? Да, все сложно. Зачем так все сложно? Да, сейчас. Шестой раз. Вот, она даже меня критикует. Как же бороться с луковой мухой? Существуют химические способы борьбы. Это внесение препаратов на основе диазенона. К таким препаратам будут относиться землин, муравьин, мухоед. Это 30-50 грамм порошковых гранул данных веществ на 1 метр квадратный. Как правило, они вносятся вместе с посадкой лука и заделываются рыхлением. Если мы будем рассматривать биологические методы борьбы с луковой мухой, то тогда следует использовать такие препараты, как табазол или табачная пыль. Будем готовить рабочий раствор из расчета 1 килограмм данного вещества на 10 литров воды. Наставить в течение 2-3 дней. Затем разбавлять наполовину водой и обильно проливать как растения, так и почву вокруг них. Делать следует эти обработки не менее 1 раза в 10-12 дней. Также существует ряд народных методов борьбы с луковой мухой. Наиболее распространенное это опудривание золой, как растений, так и междурядей. Одними из действенных народных методов являются внесение полыни в виде свежесобранных растений в междурядье, а также настаивание полыни из расчета 1-1,5 килограмма свежесобранного сырья на 10 литров воды. И затем проливание междурядей и растений. Наряду с настоями полыни можно использовать настои хвойных растений, например сосна. Берем 10 литровое ведро, на 1 треть наполняем его свежесобранными ветками, заливаем, настаиваем 2-3 дня и все так же опрыскиваем и проливаем луковые посадки. Помимо свежесобранных хвои можно собирать опад хвои и вносить его в междурядье. Следует помнить, что луковая муха, как и любая другая муха, находит свое питание по запаху, поэтому в качестве дезориентирующих методов можно использовать высев различных растений совместно с луком. Традиционно высаживают лук совместно с морковью. Также к луковой грядке можно высаживать рассаду бархатцев или подсевать семена данных растений. Помимо этого хорошими дезориентирующими растениями от луковой мухи будут являться любые медоносы, любые пряноароматические травы, которые вам нравятся и которые вы бы хотели видеть у себя на участке. Ну и напоследок следует отметить, что работающим механическим способом борьбы с луковой мухой будет являться укрывание посадок лука. Особенно это актуально в интервалы ее активного лета. Надеюсь, с помощью этого видео вы обязательно одержите борьбу в неравной схватке с луковой мухой. Оставайтесь на канале Процветок, ставьте нам подписки и лайки. До новых встреч! Ставьте, ставьте! Что значит ставьте? Пожалуйста, поставьте кто-нибудь! Все, конец.